Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своём канале. И мы сейчас будем продолжать работу над образом Святого Николы, который мы делаем на бумаге в учебных целях. И я понимаю, что многие могут меня сейчас за это осуждать, но мы ещё поговорим на эту тему. И я вам расскажу очень много интересных вещей, которые вам облегчат обучение иконописи, и темперной живописи вообще в целом. А сейчас мы будем делать следующий процесс, который связан у нас с высветлениями. Вот. И для этого я просто взяла охру светлую и белила. Развела. И вот я вам показываю... Я вам показываю, как можно делать такие нежные переходы с помощью просто вот таких, как бы, штрешочков. Вот. То есть это такие приёмы у нас. Для этого мы краску ложим так вот аккуратненько. И как бы это пятнышко с помощью штрихов растягиваем на нет. Для этого ещё мы сделаем себе такую пометочку. Это где у нас основной источник света, и он у нас будет где-то вот сверху. Слева, например. Поэтому вот здесь у нас такая морщинка на лбу. мы будем делать растяжку слева и направо, как бы. Понимаете? То есть вот в эту сторону. Здесь опять мы берём и растягиваем с левой стороны в правую сторону. То есть я вот набрала красочки и потом вот так вот её аккуратно штрихую. Я сегодня ещё буду для вас снимать видео продолжение, как мы работаем над таким же изображением, только натуральной темперой. То есть краска с применением яичной эмульсии. То же самое пока у нас как бы рука вверху, чтобы не пачкать потом вниз, мы то же самое делаем с прядями волос. Вообще, я хочу вам сказать такую новость. Возможно, кого-то это заинтересует, что я готовлю курс по темперной живописи. Но он будет, скорее всего, не на этом канале. А я буду делать специальный канал, где у меня будут курсы по рисованию и разным техникам. Но у меня как бы ещё концепции совсем... Вернее, концепция не совсем сложилась. И пока я вам делаю такое небольшое объявление, если вам интересно, следите за моим каналом, потому что это очень объёмный будет курс. И он рассчитан на самостоятельное образование вас как художника. Но если вы даже хотите заниматься иконописанием, я также это очень рекомендую, потому что это будет так или иначе связано с иконописью, потому что, как мы знаем, темпера это... Темпера, она тесно связана с иконописью именно в традиционном смысле. Но есть много таких вещей, которые мы можем использовать просто вот как бы в живописи. И обратите внимание, сейчас я продолжаю делать такие вот складочки на лбу, морщинки. И я представляю вот этот источник света, и у нас получается такой рельеф небольшой, как бы то, что у нас лепит форму. Понимаете, это мы будем потом разбирать, говорить о том, что очень важно нам знать для того, чтобы получить объём. Потому что я просмотрела много различных мастер-классов и прочитала некоторые объявления по курсам темперной живописи. И я хочу немножко по-другому подойти к этому вопросу, потому что мне бы хотелось, чтобы вы более углублённо посмотрели на эту технику и поняли, что всё-таки в иконе тоже важно знать многое из того, что знают профессиональные художники. И я собираюсь на образцах древней иконописи показать вам эти знания. Вот, кстати, обратите внимание, что очень многие, когда пишут икону, вот этот свет, основной свет, и потом движки белые, они кладут вот здесь рядом с бровью. Но это очень неправильно в каком-то смысле. И почему так, мы с вами также обсудим немножко позже. Потому что это нужно мне снять видео немножко в другом формате. именно как бы... Мне для этого нужно снять видео в формате рисования рисунка, понимаете? Вот, и ещё на что мы будем обращать внимание, что поскольку у нас к нам ближе и выпуклее будет вот эта часть лба, то здесь у нас также вот эта растяжка света будет сильнее. Понимаете, я хочу сказать, что у вас не получится сразу достичь каких-то особых, больших результатов, если у вас не будет навыка. А навык — это время. Поэтому нужно себя как бы подготовить к тому, что вам придётся потратить время, если вы хотите достичь каких-то результатов. Сама иконопись и темперная живопись в целом — это довольно-таки кропотливый труд. И здесь нужно дать себе время и вместе с тем не заниматься какими-то самоистязаниями и вместе с тем видеть свои ошибки. Как бы я понимаю, что это всё довольно сложно, особенно если нет человека, который вам может в этом помочь. Но это тоже, кстати, очень интересная тема, которую мы ещё будем обсуждать в моих видео. Вот. И я хочу сказать, что у меня формируется несколько каналов. Некоторые как бы у меня ещё просто в процессе разработки. Это будет отдельно по акварели. Канал по монотипии и по рисованию. Ну и будет арт-центр, где будут курсы по разным техникам. Сейчас я ещё раз обращаю ваше внимание, что вот эта часть головы у нас немножко находится в таком ракурсе трёхчетвертном. Поэтому она больше заходит в тень и мы здесь немножко меньше применяем высветлений. мы будем параллельно лепить форму и светом и тенью, но всё происходит по очереди. Немножко работаем светом, потом ещё поработаем санкирию, потом снова светом, потом, возможно, придётся где-то что-то обобщить. Вот здесь можно сейчас немножко наметить светом века, но оно у нас потом будет ещё приглушаться. Это просто, чтобы появился больший объём. Я хочу сказать, что я применяю довольно-таки сложную, наверное, технику в каком-то смысле, потому что очень многие, я смотрю, делают это несколько приёмов всего и работа от этого многое теряет, она довольно плоской выглядит. но это уже как бы на ваше усмотрение, потому что здесь, я понимаю, есть много различных факторов, которые влияют на то, как вы рисуете. И это ваш выбор. вот нос тоже мы помним, что у нас источник освещения идёт с одной стороны, поэтому здесь у нас будет света больше, потом у нас тут такая получается немножко впадинка на носу и снова здесь света больше. Возможно, где-то мы можем через время ещё там что-то обобщить или притянить, то есть это у нас как бы процесс в работе такой, который не окончательный, поэтому всё происходит немножко медленно. И у нас получается опять мы смотрим, что вот здесь свет будет находиться в самом большом таком количестве. и вот смотрите, как я делаю. Я здесь делаю как бы такой условный треугольничек, который потом растягиваю на скуле. И если, например, не делать работу темперной, поливинил ацетатной темперой не работает заливкой, то здесь мы в основном имеем дело со штриховкой. Ну, как бы условно я называю штриховку, но это мазочки, мелкие мазочки. штриховки. при этом, несмотря на то, что это мазочки, мы также можем, если мы работаем маленькой кистью, мы штрихуем так же. Вот видите, немножко ошиблась. Вот мы отсюда растягиваем опять. то есть у нас должно быть логически все это обусловлено, что каждая вот эта морщинка растягивается с одной стороны. То есть не то, что мы одну морщинку с этой стороны взяли, а другую с другой. Нет, потому что уже нарушится наша форма. Понимаете, вот здесь у нас вот вот она так тоже вот сюда идет свет на нос. Потом вот здесь, где у нас нижнее веко, мы также берем немножко света. Потом мы еще будем это прикрывать охрой, но здесь можно немножко вот так тоже пустить больше света. То есть получается такой плавный переход. Понимаете, не грубо, вот мы рисуем, так как часто это принято. Мы ищем вот эти все анатомические вещи. То есть мы при этом используем стилизация. Вот ноздря тоже свет у нас падает, также сверху. Потом идет такая у нас растяжка. Если мы краски взяли больше, мы можем немножко кисточкой это убрать. краски водичкой немножко смыть, нужно. это как бы здесь не имеет очень такого то то есть это не страшно, потому что мы всегда можем исправить эта краска у нас легко перекрывается и в любой момент мы можем исправить наши ошибки. то же самое мы делаем здесь и заметьте, что здесь у нас уже тень немножко больше падает и мы так вот обобщенно тоже делаем растяжку светом. и здесь уже мы будем делать растяжку не со стороны уха, а также вот как здесь с вот этой стороны то есть сверху и в лево вправо вернее извините вот и в принципе поливенила ацетатной темперой тоже можно делать очень красивые нежные плавные переходы вот и теперь здесь вот мы также на усах делаем прядочки я сейчас вообще работаю без образца потому что у меня у меня сейчас нет образца я просто не помню где этот файл лежит даже поэтому уже так потом может быть найду и открою просто торопилась чтобы пока света больше сделать видео и здесь немножко отличается манера ведения работы от той которая будет у нас на изображении с применением натуральной темперы вечной эмульсии вот здесь тоже видите я делаю такую растяжку отверху к низу так оно не совсем конечно сразу получается достичь желаемого эффекта потому что краска ложится как бы так не совсем так как хочется вот мы сейчас таким одним тоном прорабатываем все что у нас все что нам хочется проработать вернее все что у нас здесь есть ножка завитки идут я достать образец ничего такого большого значения можно и так сделать так исправим если что если что у меня конечно получается немножко речь при релистой но вы понимаете что когда я рисую я все-таки не для того чтобы у меня получилось хорошо мне нужно немножко войти скажем так себя чтобы сосредоточиться потому что когда я говорю у меня немножко получается не совсем как бы я не совсем сосредоточена на том что я делаю понимаете вот поэтому я прерываю свою речь и конечно понимал что это сейчас не очень возможно хорошо выглядит но я не хочу делать сейчас такое видео которое будет отдельно процесс отдельно накладка голоса потому что так я вам показываю непосредственно процесс работы и вы можете понять с моих слов какие-то бывают случайности ошибки вот как это исправить сразу или что угодно может быть время работы неожиданного и я это будут также показывать то есть я не буду это убирать с видео если вдруг что-то к это неудача произойдет потому что у каждого это может быть и вы таким образом также учитесь вот мы проработали сейчас вот эту часть белилами что мы можем еще сделать пока мы дошли до низа вверх у нас немножко просох и я сейчас вот этим же цветом которым прорабатывала все я пройдусь полбу вот так вот таким уже больше раз разведенным тоном вот где-то вот здесь где мне нужно развести я добавила воды чтобы все получилось более мягко и я прокрываю еще такими мазочками лоб где-то чтобы нам добавить вот объема и какие-то смягчить возможно там сгустки тона который нам не нужен то есть видите моим прорабатываем снова здесь немножко больше свет даем света где у нас падает свет с вот с этой стороны здесь немного все по-другому получается скажу честно я первый раз вот делаю икону вот такой поливинил ацетатной темперой потому что я всегда работала с добавлением яичной эмульсии поэтому я в каком-то смысле также вместе с вами сейчас учусь это делать хочу еще сказать что немножко позже мы будем на нашем канале рассматривать и акриловую темперу я все-таки акрил называют также темперой хотя некоторые спорят с этим вот очень пока вот так у нас получается может быть я бы дала еще сюда добавила такую складочку как бы морщинку потому что чтобы приподнять вот скулу то есть видите нам нужно все-таки немножко быть знакомым и с пластической на томе чтобы как-то понимать с чем мы имеем дело с какими частями лика потому что это тоже наши знания но они влияют вот сейчас мы еще этой краской такую как бы лессировку по одеждам которые у нас будут потом белые сейчас их просто вот так легонько прокроем видите это такая вот получается краска которой можно работать и пастозно и жидко вот так буквально так же как мы работаем с натуральной темперой но естественно что на выходе это получается мы не можем сделать также плавно переход как это помогает сделать яичные эмульсии здесь плавный переход получается за счет смешение цветов то есть смешение цветов и за счет того что мы можем вот штришочками зайти одним цветом другой цвет то есть уже сделать оптические смешение здесь тоже самое сейчас вот я пока не просохла я беру сразу немножко водички можно водичкой можно просто вот так по сухому и на нет свести вот я так сейчас это делаю мы будем пробовать еще делать делать не только вот иконы но и растения какие-то цветы я сейчас сделала грунтовку я сняла маленькое видео как я грунтую досочки мы там будем делать возможно на одной пейзаж на другой какую-то какую-то растительность темперной краской темперой будем работать пока натуральной но мы также начнем возможно пейзаж поливенил ацетатной темперы так что кому интересны эти техники я приглашаю вас на свой канал будем со всем этим работать вот я здесь еще думаю чуть-чуть добавлю потому что мне кажется так вот лучше хотя это почти незаметно вот и еще хотела сказать что поливнил ацетатный темпер и также можно работать и а-ля прима то есть сразу лепить форму но для этого нужно быть хорошо знакомым с рисованием с рисунком с построением с образованием формы с перспективой потому что иначе там есть свои сложности во всем этом а на курсе который я начала готовить это конечно будет еще не очень быстро я понимаю я там расскажу вот именно об особенностях краски темперной и то есть темперы поливинил ацетатной темперы натуральной особенности акрила и там у нас будет больше курс такой на канале где будут представлены курсы мы будем больше всего изучать технически практически а здесь на этом канале будет больше мастер-классов где мы будем просто вот брать какое-то изображение и с ним вот работать так как я вам сейчас показываю и поскольку у меня еще осталось красочка такая красивая я могу еще вот сейчас пройтись по складочкам чтобы наметить еще больше и я покажу и покажу теперь мы можем взять еще более светлую краску и еще немножко также пройтись вот всем нашим здесь я всегда поправляю потому что возможно где-то на каком-то этапе могла допустить ошибку поэтому не нужно смотреть на это как на такой вот процесс где вот обязательно должно быть вот только вот мы так вот прошлись значит это уже все нет мы все время моделируем потому что на любом этапе у нас могут быть допущены какие-то ошибки и мы можем их исправлять вот поэтому я всегда обращаю самое большое внимание это на изучение рисунка как основу потому что если мы понимаем как нарисовать кубик шарик это очень важно как вот использовать освещение в том или ином случае от этого очень многое зависит как в академической живописи так и в канонической иконописи и постепенно когда мы вот так работаем мы уже прорисовываю морщинки там складочки какие-то на одежде на волосах пряди рисуем и постепенно делаем все это сплавляем с то что мы делаем яичной эмульсии при помощи яичной эмульсии может быть быстрее мы здесь тоже принципе не могу сказать что это очень долго просто здесь немножко по-другому происходит сам этот технический процесс самое светлое место вот на верхнем веке у нас будет там где зрачок то есть натяжка века а я буду потом еще снимать видео о том как рисовать глаз нос рот отдельно с применением мы будем рассматривать гипсы я вам покажу и расскажу как можно это все изучить даже если у вас нет дома гипсовых слепков то есть тут уже у нас начинается потихоньку вот процесс моделирования мы не забываем что самые светлые места у нас там где самые выпуклые места когда мы рисуем форму и самые светлые это самые близкие к нам места то есть вот вот эти все сопоставления нам нужно делать непрестанно то есть это как в иконе точно так же происходит и в портрете вот мы сейчас сделаем вот это все потом мы еще будем тонировать слоем охры для того чтобы еще проявить может быть конечно кто то скажет что это глупо но вы увидите разницу в результатах потому что есть иконы делают просто берут санкирь вот подложка какая-то там санкирь темный и просто вот белилами размазана возле глаз это очень примитивно потому что икона даже знаете что это созерцательная практика еще это как мы к этому относимся это влияет на глубину образа здесь я взяла уже немножко более темную краску можно сказать это просто охра светлая там я попала немножко на кисть берем и я вот намечу ухо и так буквально немножко то же самое мы сделаем с этой стороны так вот получилось сейчас мы немножко поработаем снова санкирию